В этом видео хочу поговорить про квадробику. На эту тему меня просили сделать ролик еще очень давно, наверное, начиная с нового года, но тогда вся эта движуха еще только зарождалась, и я не думал, что это настолько сильно может хайпануть. Тем более из всего фури сообщества хайпанула только тема с технофоксом, при том, что в самом этом сообществе технофоксы считают недалеким. Однако сейчас чуть ли не каждый второй комментарий под моими видосами содержит предложение снять видео про новый тренд в тиктоке под названием квадробика. Да и крупные каналы в телеге, на которые я подписан, стали потихоньку эту проблему освещать. Для начала вкратце, в чем заключается данный тренд? Школьники, и не совсем школьники, порой этим занимаются ребятки и постарше, напяливают на себя маски животных, как домашних, так и диких, то есть кошек, собак, медведей, лисиц, зайцев, и начинают передвигаться или прыгать по улице на четырех лапах. Некоторые отдельные шизы даже настолько вживаются в образ, что в маске собаки начинают действительно кусать людей за ноги, надеюсь, не заражая их бешенством. Если еще полгода назад это был больше локальный мем среди фури сообщества, то сейчас данный тренд перешел все мыслимые и немыслимые границы. И буквально весь тикток усыпан подобными роликами, где шкалота снимает на камеру свое неадекватное поведение в общественных местах. Первое, что я представил, это как Денис также в маске свиньи бежит до ближайшего Макдональдса. Здарова, пробей мне мороженку, пожалуйста, вот промокод. Господин свинопотам, с вас один рубль... стоп, какого черта мы так разоримся скоро? Ну аху... я лавку чудес уже давно юзаю с этими промокодами, я вас вообще скоро бесплатно питаться начну. И ведь он действительно начнет, потому что в боте лавка чудес можно за минимальную сумму приобрести кучу полезных плюшек. Например, пополнить свой баланс теледва на 500 рублей, заплатив при этом всего 275. Подумай, так можешь у мамки 500 выпросить, а на сдачу с пацанами во вкусные точки сходить. Но даже там тебе тратиться не придется, ведь в лавке чудес можно за 7 рублей приобрести купон, который угостит тебе кофе и чизбургером всего за 60. Ну ладно, поели, теперь пора и на самокате покататься. Ну и тут лавка чудес выручает, ведь 1200 баллов в приложении ВУШ ты можешь получить, заплатив всего 449 рублей. А чё там по компьютерным играм? Опа! А с помощью этого бота ты сможешь еще и стим пополнить с минимальной комиссией. И такого добра в лавке чудес просто навалом. Купоны Бургер Кинга, баллы НВИДЕО, бонусные карты верного или магнита. Да практически на всё можно с помощью этого бота сэкономить. А по моему промокоду маразм ты еще и получишь бесплатный баланс на бота. Чего же ты ждешь? Ссылочка на лавку чудес будет, конечно же, в описании. А тренды в ТикТоке это по моей части, поэтому давайте разбираться с чего вообще этот тренд начался, что такое тиреантропия и как это связано с движением Фури. Наливайте себе кефир, запасайтесь бутербродами с селедкой, присаживайтесь поудобнее на унитаз и мы с вами начинаем. Как не трудно догадаться, данный тренд, как и большинство других трендов, пришел к нам с запада. Однако то, что мы видим на видосах, продемонстрированных мной в самом начале, к субкультуре Фури, как бы вам это могло показаться, практически не имеет отношения. Да, субкультура Фури чем-то похожа, по крайней мере тем, что ее представители также переодеваются в антропоморфных животных, кошек, собак, лисиц. Антропоморфные это, если что, животные с человеческим туловищем. И данная субкультура, если не брать в расчет испортивших ей репутацию отдельных представителей, например, Киру Завульфа, а я уже снимал про него ролик, но уже удалил, найдете в Перезаливах, или Артема Технофокса, если мы говорим про Фури в СНГ. Так вот, в целом данная субкультура достаточно безобидная. Однако то, что вы видите в видосах, это не Фури, не Териантроп, и этот тренд можно отнести, громко конечно будет сказано, но к виду спорта под названием Квадробика. Если вкратце, что это такое? Попробуйте сейчас, шучу, не пробуйте, встать на четвереньки и побегать таким макаром хотя бы от одного конца комнаты до другого. Согласитесь, это не то, что не самые привычные ощущения, так это еще капец как сложно и неудобно. Квадробики как раз таки и заключаются в том, чтобы научиться передвигаться по животному без дискомфорта для своего организма, то есть легко и свободно. И кто-то в этом виде спорта даже преуспевает, вон, даже как кенгуру прыгать научились. И если рассматривать Квадробику исключительно как безобидный тренд или как вид спорта, опять же не побоюсь этого слова, то в принципе ничего плохого в нем я не вижу. Да, это странно, фриковато, но знаете, у меня уже выработалась некая профдеформация. То есть насмотревшись на огромное количество по-настоящему вредительских трендов, я понял, что такие вот хоть и странные, но безобидные приколы у меня уже не вызывают как такового негатива. Да и есть огромное количество других не менее мемных видов спорта, например хобби-хорсинг, который представляет из себя езду в кавычках на деревянной палке с лошадиной головой. Однако никогда такого не было, и вот опять данный тренд уже добрался и до наших властимущих. И депутаты уже в этом видят диверсию со стороны Запада. И собираются наказывать за вовлечение детей в данную субкультуру. Вот буквально сегодня одно из средств массовой информации попросило меня прокомментировать новое движение, которому подвержены наши дети, это подражание животным. Когда мы видели какие-то кадры из западных стран, когда дети и взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных, едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта, это стоит достаточно больших денег. Кто-то подражает кошкам, собакам, есть специальная одежда, которая тоже недешево стоит, либо дети как-то сами сооружают себе эти наряды, если можно так выразиться. И вот теперь это началось у нас в России. И меня уже как уполномоченного по правам ребенка просят прокомментировать то, что происходит буквально рядом с нами. Это называется фури. Господи, какая диверсия Запада. Кто-нибудь им объяснит, как это вообще работает? Один школьник выложил в ТикТок какой-то завирусившийся ролик. Он набрал миллионы просмотров и лайков. И дальше уже сотни других школьников также в погоне за лайками начинают этот тренд повторять. Только и всего. По такой логике тренд оставлять черкаши на полу, это тоже намеренная диверсия Запада против уборщиц бабнюр в русских школах. Однако в данной субкультуре существуют еще более странные, может быть даже больные люди под названием Тириантропы. Для короткой справочки, если фури лишь отождествляют себя с животными, то есть да, надевают костюмы, сочиняют какие-то фанфики, рисуют арты, участвуют в сходках, но в целом в жизни это абсолютно адекватные люди. Если квадробика это больше вообще как вид спорта, то Тириантропы это субкультура людей, которые действительно считают себя животными, или по крайней мере верят в то, что душа, соответственно инстинкт и поведение определенного дикого животного скрыты глубоко в них. Чаще всего такими животными являются хищники, то есть волки, лисы, медведи, львы и так далее. Но также одомашненные животные, например кошки или собаки. Тириантропы зачастую верят в реинкарнацию и считают, что в прошлой жизни они были тем животным, с которым они себя и ассоциируют. И на самом деле данная субкультура появилась еще задолго до тиктока, а именно в далеком 92-м году, когда была создана группа альт-хоррор Вирвульфс, где предметом обсуждения являлась духовная тириантропия, которая объяснялась как опыт единения с природой посредством духов, тотемов, снов и души. Ассоциировали себя представители данной субкультуры чаще всего с волками, но если быть еще более точными, то с оборотнями. То есть считали, что внутри них заперта душа волка, и искренне верили в то, что в полнолуние в один момент они смогут в настоящего волка превратиться. И такие люди, то есть тириантропы, которые не просто ассоциируют себя с животными, а искренне верят в то, что они являются животными, могут иметь реальные психические расстройства. Например, перенимать повадки животных, то есть подбежать на улице к незнакомому человеку и начинать тереться ему об ногу или вообще за ногу его укусить, есть из миски, издавать характерные звуки, чтобы они были один в один похожи на звуки тех животных, коим они себя причисляют. И пока тириантропия не является реальным психическим диагнозом, хотя есть вероятность, что рано или поздно она к таковым будет отнесена. И теперь хочу осветить еще одну проблему, связанную с данным трендом. Это проблема PDF-файлов. Не стоит забывать, что в большинстве роликов с хэштегом квадробика или тириантропия так или иначе фигурируют дети и подростки. Ну, чаще всего дети возраста 10-12 лет и чаще всего женского пола. И во время, так скажем, их передвижения на четырех лапах порой видно то, чего видеть как бы не стоит. И если YouTube в шорцах подобные видосы блочит за демонстрацию ноготы среди несовершеннолетних, то TikTok, и особенно лайка, проблему лайка я уже освещал в одном из своих предыдущих роликов, видосы, где действительно видно то, чего не стоит видеть, только продвигают. И разумеется, такие ролики могут привлечь внимание нехороших дядей, некоменуемых PDF-файлами со всеми вытекающими. В любом случае, что хочу сказать по итогу, мнение тут мое не меняется. Я считаю, это никакая не проблема планетарного масштаба, а просто очередной дебильный тренд среди малолеток для набора лайков и просмотров. И даже если вы видите видосы, где малолетки жрут из миски, не знаю, там, кусают кого-то за ногу на улице, то, скорее всего, они это делают исключительно ради хайпа. А не потому, что они причисляют себя к какой-то там субкультуре или считают, что внутри они животные. Я уверен, что 90% этих малолеток никакой субкультуры себя вообще не причисляют. И данный тренд так же быстро закончится, как и начался. Что ж, а на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok